Вот что-то изменилось в лучшую сторону К примеру, в моей жизни Уже три года, как я не беру кредиты Не занимаю ни у кого денег И живу с большим достатком Ну, конечно, кое-что пришлось подрезать Непомерное желание купить новый, сверхдорогой автомобиль Да, а смысл в нем? Когда идет эра электромобилей Вот то купим И электромобиль мы будем покупать Собирая денежки Как мы это делали? До 2005 года То есть до 2005 года Как-то жители страны России все-таки машины покупали Как это сделать? Очень просто Если у вас в семье средний доход 100 тысяч Отложите полтинничек И через 10 месяцев вы купите свою новую Классную, может быть не такую крутую Как у соседа машину Но она будет вас перемещать из пункта А в пункт Б И это будет ваш любимый автомобиль Который потом не станет дороже На него же процента не капает Можете даже не страховать его по каске Иосага сейчас достаточно Там порог увеличен Вот я вам сэкономил Три стоимости автомобиля Естественно, раз это автомобиль любимый Его надо холить и лелеять Предлагаем вам это сделать вместе С автоцентром фаворит Который располагается здесь На выезде из города в сторону озера Соленое Вот мне часто задают вопрос Когда-то, Алексей, продашь свои автомобили И купишь себе новые Я по-еврейски отвечу вопросам на вопросы Кто такие, что мне советуют? Дело в том, что я в руле испытал Ну, наверное, машин поболее, чем даже топ-гир Я даже не помню все эти автомобили Честно говоря, не нашлась та машина Которая меня полностью очаровала А у меня есть Нормальные машинки И владея этими автомобилями Мало того, путешествуя на иномарках С 98-го года я скажу Что даже новые машины требуют защиты И вы купили, типа, автомобиль с кожным рулем Так вот, по собственному опыту эксплуатации Скажу, через год он облезет Поэтому оплёточка в самую тему Не говоря уже о пластиковых рулях Теперь пройдемся чуть-чуть дальше И без чего зимой не прожить Это естественно провода Потому как автомобили сейчас Потребляют чуть больше энергии Чем это делали копеечки Те самые, которые до сих пор еще ездят И радуют своих водителей в том числе Естественно, без троса Тоже деваться некуда Это все очень вам пригодится Потому что даже если у вас машина с автоматом Ее иногда надо будет куда-то транспортировать Потому что я еще не видел иномарок Которые бы не ломались Это к слову про автомат Вот Естественно, что касается автомобильных салонов Честно говоря, кожаных автомобильных салонов не существует Это дермантин такой Хорошо сделан, но дермантин Что с ним делать? Естественно, защитить И тем более, если в машине хоть иногда появляется курящий водитель Чего я вообще не понимаю Поэтому и прожгете вы оригинальные сидения в том числе А его ремонт денег стоит Чехольчики здесь же Ну и самый главный Самый нужный Чехол в жизни Это авточехол У нас за речкой есть такое дивное предприятие Под названием Магнитогорский металлургический комбинат Ну, чтобы иллюзии вы не питали Был я и в Египте И видел тамошнее металлургическое предприятие Был я и в Индии И видел тамошнее металлургическое предприятие Они все абсолютно одинаковые И все точно так же гадят на голову своим горожанам Ну, тут деваться некуда, это металлургия Поэтому чехольчик защитит покрытие вашего автомобиля Если, тем более, вы ставите его Как порядочный человек на автомобильной стоянке Это для работников комбината А не для баранов с комбината Который машины просто так бросают Ну и Из собственного опыта Такой чехольчик очень поможет Если ваш автомобиль Попал под арест судебных приставов Они же просто его не найдут Ни на одной стоянке Есть один инструмент Который вы просто обязаны положить В багажник своего автомобиля Это свечной ключ Вы же еще не на газу ездите Вы же еще бензином заправляетесь Ничего, ничего, ничего Бензиновые свечки В смысле, свечки живут на нашем бензине Не так уж и долго А впереди зима И когда ослиная моча попадет на эти свечки Вам все, кирдыкс Так что Ну, в принципе, инструментов здесь много Вот То, что не так часто я использую И Нужно ли оно? Да, нужно Компрессоры В широчайшей ценовой категории Есть все На все И вообще Вот Вороночки Все это есть Но У нас В стране Извините Размножаются непонятно как Водители Которые ездить не умеют Без навигатора Ну да Если уже совсем С мозгами не дружить То навигатор нужен Особенно в городе Магнитогорске Таком Сложном Сложном Ну ладно Купили Ну в крайнем случае И поехали Куда угодно Очень Такая приятная штука Как видеорегистратор Причем я Вот Ценовой категории В 10 тысяч Здесь не вижу Обыкновенный 1500 Ну и очень Самый навороченный За 5000 Хотя проще Видеокамеру поставить А самая полезная штука Радар-детектор Вот Штрафы у нас Очень приличные А Господа Полицейские Тем более Ну в других регионах Любят Что Любят ставить Видеокамеры А сами где-то Прятаться Ну и для тех Кто Ну в общем Типа меня Вот Я-то этим не занимаюсь За рулем И вам не советую Но вдруг Вы Что-то там Вчера делали Так лучше Дунуть и проверить Если только Перечислять Все то Что здесь есть В отделе Автоаксессуаров То можно Говорить целый час А его у нас нет А у вас Есть возможность Самим убедиться В этом Приехав Автоцентр Фаворит Да Сума Это действительно Достаточно Скромная Знак аварийной Остановки Аптечка Оплетка Чехол Чехол для автомобиля Инструмент Необходимый Все это Можно купить В одном месте Не надо Никуда ездить И не по каким-то Другим центрам Дело в том Что центров Подобного Фаворита Не существует Где собрано Все Сегодня Сейчас Никуда Приехать Но мы уже Неоднократно Показывали Фаворит Становится Лучше Красивее И машин То здесь И даже В субботу Когда все На рынке Зеленом Пасутся Тоже Хватает И почему Это Да потому Что Инициативная Группа Правильно Выбрала Место Выезд Из города Магнитогорска В сторону Озера Соленое Проехать И через Супанер Можно И по Вокзальной